В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Молоковская школа отмечает 85-летний юбилей. Как живет учебное заведение сегодня? Это проведение самостоятельной внутренней и внешней политики. Вот что такое суверенитет. Последствия ремонта кровли дома номер один по Жуковскому проезду. Кто оплатит убытки? Что делать жильцам в данной ситуации? Вот у них пострадали квартиры. Воспитанники вокальной студии «Эврика» стали лауреатами нескольких музыкальных фестивалей. Наши последние награды – это три конкурса. Здесь когда-то учились герои социалистического труда и изобретатели ракетных комплексов Виктор Грачев и не менее известный поэт Видновского края Евгений Зубов. Речь о Молоковской школе, которая в этом году отмечает 85-летний юбилей. О том, как все начиналось и о том, чем школа живет сейчас – в сюжете Екатерины Борисовой. Ее история началась в 1935 году, когда по инициативе знаменитого летчика Василия Молокова – уроженцы этих мест – в селе была построена первая большая двухэтажная школа. Но через 40 лет в здании стало тесно, и Молоковская школа переехала в новое трехэтажное строение, где и находится по сей день. В этом году школа отмечает 85-летний юбилей. К юбилею педагоги все, начиная с 1 по 11 класс, подготовили классные часы, на которых они рассказали об истории поселения, об истории школы, о наших великих выпускниках, которые у нас есть. Соответственно, еще есть мастер-классы. О знаменитых выпускниках в Молоковской школе действительно хватает. Достаточно упомянуть героя социалистического труда, испытателя ракетных комплексов Виктора Грачева и не менее известного поэта Видновского края Евгения Зубова. Нынешний директор Маргарита Лазовская сама выпускница этой школы. Поэтому поддерживать качество образования на должном уровне считает своей первостепенной задачей. Наши дети принимают активное участие в экспериментальных площадках. Мы делаем много проектов в разных абсолютно направлениях. И с этими проектами мы выходим как на муниципальный уровень, это первый шаг в науку, есть такие конференции, так и очень часто на региональный. Сейчас здесь обучается более полутора тысяч учеников из восьми сел и деревень, а также новых микрорайонов Нового Молокова и Пригород Лесное. Они с удовольствием рассказали нам о своей любимой школе. Мой класс очень хороший. Мы там все дружим и помогаем друг другу. Учителя у нас тоже отличные, мудрые и познавшие жизнь. Учителя добрые, отзывчивые, не строгие. Много одноклассников, с кем можем подружиться. Школа нравится, хорошие классы. Есть где отдохнуть на переменах. В столовой очень вкусно готовят, учителя все добрые. Потому что здесь много учителя, они дают много представителей. Также здесь все мои друзья. И это как дом. Здесь трудятся более 60 педагогов, среди которых есть почетные работники образования и финалисты районных конкурсов «Педагог года». То есть это проведение самостоятельной внутренней и внешней политики. Правильно? Вот что такое суверенитет. Почетный работник образования Али Магомедович Кураев преподает историю в Молоковской школе шестой год. За 39 лет в профессии он успел поработать в разных образовательных учреждениях. Но именно здесь, говорит, почувствовал себя как дома. Когда я переступил порог этой школы, я думал, что это мое. Коллектив замечательный. Нужно сказать, что администрация очень наслечивая. Во всем помогает. Идет навстречу. И я постараюсь, что это мое. Учителя и ученики с нетерпением ждут открытия новой пристройки для младшей школы, где разместятся также актовый зал, школьный музей и образовательный центр «Точка роста». Они уверены, тогда их школу можно будет смело назвать самой лучшей в муниципалитете. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. Не было бы несчастья, да счастье помогло. Несколько лет жители дома номер один по Жуковскому проезду ждали ремонта кровли. И вот он начался. Подрядчик утверждал, что осенние осадки не помешают ремонту, а квартиры жителей в безопасности. Но уже при первом снеге с потолков в нескольких квартирах потекло. Жалобы граждан и объяснения строителей выслушал Максим Козлов. У нас начался новый ремонт в подъезде. Вот, собственно, результат из стен. Течет прекрасно. Жительница квартиры номер 140, дома один по Жуковскому проезду Ольга Сорокина начинает свою невеселую экскурсию уже в фойе подъезда. Пять дней жители наблюдают появление все новых узоров на стенах. Вот здесь вот. Этот ремонт мы делали за свой счет весной. То есть у нас вообще вот здесь вот прям свежий ремонт. Дальше больше. В квартире у Ольги тоже свежий ремонт. По ее словам, на него потрачена значительная сумма. Но теперь выясняется, что часть ее, по сути, выброшена на ветер. Точнее, в ее случае в воду. Немало подтеков и на потолке, и на стенах. Капитальный ремонт крыши начался 15 октября. Все они заверяли, включая сотрудников ЖКХ, пофамильно тоже могу, если надо. Там все заверяли, что не протечет. Технология не спасла. Пострадало шесть квартир на верхних этажах. Но исправлять положение никто не спешил. Жители, что называется, начали бить во все колокола. И такая тактика сработала. Во время съемки к нам присоединился представитель администрации муниципалитета. Прощения поступали вчера в приемную губернатора, в приемную Алексея Петровича Спасского, главы Ленинского городского округа. И со слов управления компании, работа проводится с выходных. Я пришел, чтобы получить свое мнение, иметь представление по этой проблеме. Ольга рассказала гостю о напасти, свалившейся на местных жителей. И тоже показала все проблемные места. Специалист управления ЖКХ зафиксировал увиденное. Красивый потолок теперь в комнате ребенка. О, вот здесь сильно. Ну, везде сильно. Здесь просто хорошо видно. А на улице уже собрались все главные действующие лица этой истории. Представители подрядной организации и УК ЖКХ, местные жители и депутат Олег Федоров. О причинах случившегося подробно рассказал главный инженер управляющей компании Дмитрий Бугров. Подрядчик в лице подрядной организации на конкурсной основе, это Аладдин 2000, приступил к работам. В смету, ну, в локальную смету не было, заложен гидравизационный материал, потому что технология его не предполагала. Однако подрядчик, чтобы себя перестраховать, за свой счет, за счет собственных средств, заложил гидравизационный материал, который, к сожалению, может быть, из-за технологических каких-то проблем или еще из-за чего-то, мне это неизвестно, дал течь над квартирами девятых этажей. То, что у него сейчас произошло. Подрядчик незамедлительно, когда ему было сообщено, что идет залив помещения квартирного жилого дома, приступил к расчистке кровли, выслал дополнительные силы. И сейчас залита стяжка над четвертым подъездом, и дальше будет проведено утепление и положен так называемый ковер. Но у жителей несколько иная точка зрения на происходящее. Говорить о том, что было расчищено, сейчас возможно, но еще вчера днем не было расчищено, было расчищено только над нашей квартирой, и там стояли лужи. Я сама лично это видела, у меня это документированы фотографии. Они обманывали Дмитрия. Возможно, когда он уже ходил, возможно, они так и сделали. Поднимаемся на крышу, чтобы посмотреть состояние дел. Здесь активно ведется работа. Часть кровли сделана. Представитель подрядчика объясняет, какие шаги предприняли по 140-й квартире, где мы побывали в гостях. Мы прогреваем стяжку термоматы. То есть это в ближайшее время все высохнет. То есть на этой неделе мы эту всю проблему на 140-й квартиру мы закончим. Кровля будет сделана с высоким качеством в срок, который мы заключили с управляющей компанией. И не отходя ни на сколько от технологии. Поводов не доверять подрядчику нет. Организация 24 года работает на этом рынке. У них за спиной десятки выполненных проектов. Но вряд ли инцидент можно считать исчерпанным. Депутат Олег Федоров задает, наверное, самый главный вопрос. Что делать жильцам в данной ситуации? Вот у них пострадали квартиры. Я не знаю, как это можно назвать. Из-за технологического нарушения процесса, из-за головотяпства, еще все что угодно. Это уже специалисты. Вы сами должны эту историю выяснить. Что делать людям в этой ситуации? В рамках гарантийных обязательств ремонты будут восстановлены силами подрядной организации. Это заложено в ответственность за производство работ. Все будет поправлено. Жителям единственное ответственность. Управляющая компания приношу извинения, что да, действительно так произошло. Впрочем, у жителей будет возможность оценить ущерб и сделать ремонт самостоятельно. А с подрядчиков взыскать денежные средства. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Вокальный коллектив «Эврика» был создан в 2012 году на базе Видновской детской школы искусств. Его воспитанники – постоянные участники многочисленных концертов и конкурсов. А совсем недавно они стали лауреатами еще нескольких музыкальных фестивалей. Мама, одно и слово на планете, мама. Эстрадно-вокальной студии «Эврика» 8 лет. Сейчас в ней занимаются 50 детей разных возрастов. Прививает любовь к музыке преподаватель детской школы искусств Наталья Малая. В программе обучения – основы эстрадного вокала, уроки с альфеджио, сценическая постановка номеров, немного актерского мастерства. Все это особенно важно для участия в конкурсах и фестивалях, в которых воспитанники вокального коллектива активно и весьма успешно принимают участие. Наши последние награды – это три конкурса. Всероссийский конкурс патриотической песни «Душой рожденные песни», областной конкурс эстрадной песни «Вместе с нами» и областной конкурс патриотической песни «Купна заедина». Во всех этих конкурсах мы максимально удачно поучаствовали и везде мы стали лауреатами. Коллектив разделен на группы и солистов. Восьмилетняя Маша Ивлева в составе группы «Краски» завоевала кубок на областном конкурсе эстрадного пения «Вместе с нами». Мы к ним очень долго готовились, много раз снимали, пытались какие-то куски отработать. Мы очень долго снимали и наконец-то получили первое место в конкурсе. К участию в конкурсах воспитанники студии относятся ответственно и много репетируют. Я готовилась долго и очень переживала. Я волновалась, что мы не получим первое место, но все-таки мы его получили. Я рада, что у меня такая хорошая группа, что мы получили первое место. У меня такие хорошие подруги и очень хороший педагог. Занятия проходят два раза в неделю. Каждый урок начинается с распевки. Это как разминка перед тренировкой. Стоит отметить, что каждый год юные вокалисты студии становятся стипендиатами главы Ленинского городского округа. Много выпускников нашего коллектива. И что меня очень радует, они все продолжают петь. Вокальная студия «Эврика» пользуется большой популярностью. С каждым годом все больше желающих в ней заниматься. Начинающие артисты приходят сюда совсем неопытными, а после прохождения обучения бесстрашно выступают на сцене и завоевывают высокие места на фестивалях и конкурсах. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Витное ТВ. Ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. С этим праздником по количеству сказанных добрых слов в адрес наших мам может сравниться разве что 8 марта. Сыновья и дочери говорят матерям о любви и нежности, о преданности и благодарности. Чем больше детей, тем больше слов любви могут говорить им мамы. Но и в ответ слышать, конечно, тоже. Мамочка наша одна, эти нежные строки тебе, самые милые, самые красивые, самые добрые на этой земле. Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной, но весь мир поместили в ладони и тебе подарили одной. Участниками проекта «Стихи живут» на этот раз стали многодетные семьи Федоровых, Охотиных, Бандатей. Все они члены общественного движения «Наше будущее», которое на сегодняшний день объединяет порядка 400 семей в нашем муниципалитете. Председатель организации многодетных родителей Александр Дуденков, отец четверых детей, знает, насколько важна роль матери в семье. Дать детям жить и вырастить людьми, отдав любовь, все помыслы свои, здоровье, силы, душу в них вложить, быть матерью не значит лишь родить. Супруга – это определенное настроение, определенное вдохновение. Поэтому от супруги зависит настроение в доме. В семье Бандатей трое детей – дочь и два сына. Мама Алла старается уделять каждому много внимания. Развивая творческие и умственные способности детей, считая, что большая семья – это большие возможности. Где одна тарелка супа, там и три тарелки супа. Где один ребенок, там и другой. Сколько вообще должно быть, по-твоему, в семье детей? Вот в хорошей такой семье, в правильной? Десять. То есть, а у вас пока еще мало? Пока два брата. То есть, тебе еще кого надо, расскажи? Четвертую сестричку. В хорошей семье хорошие дети растут, говорит пословица. А в больших семьях иначе и быть не может. Каждый старший – мамин помощник. А в день матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, многодетные мамы получат в свой адрес столько поздравлений, сколько у них ребятишек. И вы не забудьте сказать своей маме несколько добрых слов. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.